Илья, жаба и гадюка в России сошлись в едином любовном порыве. Кто сверху, пока непонятно. Пока, насколько я понимаю, все на стадии петинга. Это закольцовано, это закольцовано. Да, и пока все на стадии предварительных ласк. То есть конфетно-букетные уже прошли, перешли к стадии предварительных ласк. Как ты можешь прокомментировать то, что происходит сейчас? Ну, смотри, я просто еще не уверен о том, что это жаба и гадюка. Я еще не уверен, что это не сама гадюка, которая кусает свой собственный хвост. У меня больше такое впечатление, потому что я абсолютно уверен, что все, что делает господин Пригожин, изначально с господином Путиным согласован. И, ну, понятно, не до мелочей, но общее направление. И я уверен, что Пригожин используется Путиным для того, чтобы создать атмосферу вот этого меньшего зла. Как раз Путину нужно правдоподобие в данном случае. Ему нужно, чтобы все твердо поверили о том, что Пригожин вышел из-под контроля и что Пригожин действительно является альтернативой той власти, которая сейчас находится в Кремле. Ему нужно, чтобы в это поверили. Поэтому то, что сейчас происходит, очень в это вписывается, потому что дальше Путин пугает международное сообщество и, самое главное, свои собственные элиты. Что типа, если не я, Путин, то будет вот этот вот лысый. Вам всем тогда точно не поздоровится. Посмотрите, то есть, как он говорит, да, он сейчас там вам национализирует все, деньги, значит, отнимет, да, между своими этими зэками, их раздаст эта дикая дивизия. То есть, вот вам точно будет хуже, да, лучше смиритесь с тем, что тут я, Путин, буду оставаться дальше. Альтернатива гораздо хуже. Поэтому это работает. Я вижу, что это работает. То есть, сейчас очень много людей, которые считают, что это все по правде и так далее. И все. При этом отношение между Путиным и Пригожиным все-таки, это отношение сугубо бандитский характер носит. Пригожин столько времени был для Путина хозяином малины, на которой собирались все путинские, значит, приспешники. То есть, он не общак держал, но он держал малину, где они все сходились. А это, значит, очень доверенный человек, многократно проверенный, это не человек ближнего круга, как вот, то есть, он не деловой партнер, но это очень-очень доверенный, соответственно, человек. Поэтому, означает ли это, что Пригожин не сможет выйти из-под контроля? Конечно, нет, может выйти из-под контроля такая ситуация, вполне возможно, и, может быть, она и произойдет. Но я не уверен, что она произошла. И поэтому я даже сегодня обратился к Пригожину, что если вы это всерьез, то давайте, есть процедура международная, известная Украиной, поддерживается о том, каким образом можно сдаться, значит, и так далее. Напомнил про то, что есть решение Съезда народного депутата о том, что если он принесет голову Путина или живого Путина, неважно в данном случае, вот такие люди освобождаются от ответственности, и это решение, я не сомневаюсь, что будет исполнено. Вот у него есть мой номер телефона, он мне может позвонить, и я ему объясню, что дальше надо делать. Представляешь, как офигели бы те работники колл-центра по линии «Хочу жить», да, если бы к ним вдруг неожиданно перезвонил Пригожин. Это был бы, я думаю, звонок десятилетия, так точно. А скажи, ты действительно веришь в то, что реально у Шойгу могли лопнуть его нервы канаты, и он мог дать приказ нанести ракетный удар по базам «Вагнера». Ну, конечно, я считаю, что вероятность этого меньше 50%, да, но она не нулевая, совсем не нулевая. Ситуация в России настолько плохая вот с точки зрения управляемости, настолько все это идет в разнос в связи с войной, что сейчас уже может быть все, что угодно, и вот мы когда-то говорили, я вот это там на примере, значит, украинских субкультур говорил, вот там левые и правые, в Украине там собрались, побились, ну, то есть там разошлись, никто никого не убил при этом, да, когда идет, значит, какие-то внутренние терки, да, там полкозов может сколько угодно выступать против президента, но приехал там, расписал краской банковую, значит, насрал под дверь и ушел, да. Вот, в России все не так. В России, если начинаются стычки, то они идут не просто до крови, а до физического уничтожения оппонента, и, конечно, накал их противостояния сейчас очень высок, и учитывая то, что у обоих в руках оружие, значит, действительно может кто угодно что угодно сделать. Правда, я просто тут отдаю должное креативу самого господина Пригожина, у него полет фантазии такой, что это вполне мог быть самострел, вот, но это может быть, тем не менее, ударом в Министерство обороны России. Ударом в Министерство обороны России в каком смысле? Ну, то есть это может быть прямой физический удар по Министерству обороны России? Нет, я имею в виду, что Министерство обороны действительно могло устроить ракетный обстрел расположения Пригожина. Я еще скажу, я считаю, что это вероятность ниже 50%, но я этого не исключаю. Окей, развитие событий дальше. Пригожин идет на Москву? Пригожин идет на Министерство обороны? Захватывается Курская область? Я думаю, что нет. Я думаю, что Пригожин, если мои предположения относительно того, что это договорняк с Путиным верны, то Пригожин сейчас должен быстро проиграть и отъехать в Африк. Или каким-то другим образом слить с этого процесса, но не перейти на сторону Украины, ни на какие другие вещи, но и не идти никакими походами на Москву. Потому что это слишком чревато, к нему действительно может присоединиться до годороду, и тогда уже по обратному пути не будет. Он не хочет, будет вынужден выносить эту власть, даже если он там с Путиным обо всем договорится. Поэтому я считаю, что это все-таки маловероятные походы на Москву, но если они пойдут, то вот тогда уже все сценарии распадов России станут абсолютно реальными. Потому что тут, я думаю, будет радикальное изменение расклада сил. Во-первых, я думаю, что даже российские оппозиционеры начали договариваться с Путиным, чтобы выступить против Пригожина. Российская элита начнет точно так же. Но еще раз скажу, это может быть вполне план, который просто Путином и задуман в таком виде, чтобы преодолеть растущую коалицию против него самого во всевозможных элитах и в конечном итоге сохранить свою собственную власть. В последнее время, в особенности после выступления и активной деятельности и жизни подполковника Винни Витина в соцсетях, насколько я понимаю, в российской армии вот этот очень приятный и полезный для Пригожина образ простого мужика, которого любили в вооруженных силах, которого, в отличие от этих проклятых золотопогонников, которых нужно на фонарях вешать, такая фразочка из 1917 года, а 1917-го, свой, вот такой вот народный, но, насколько я понимаю, после откровения Винни Витина популярность Пригожина в армии слегка подупала, или нет? Ну, я не знаю, как там насчет армии, честно говоря, я не могу сказать, что я изучал общественные настроения конкретно в отдельно взятой армии, но то, что в обществе популярность Пригожина неизменно возрастает, это я могу сказать совершенно точно, и поэтому я бы удивился, если бы вот в армии было бы как-то принципиально по-другому, то есть, ну, я бы, по-чему, разделял бы мнение так мобилизованных солдат и мнение офицерства, то есть мнение офицерства, вот оно, я думаю, примерно такое же, как у Стрелкова, то есть российское офицерство, опять-таки в те случаях, которые у меня есть именно в офицерской среде, они, зачем свет кроют Шойгу, но точно так же считают, значит, Пригожина опасным, несистемным жуликом, проходимцем, бандитом и так далее, они люди служивые, они таких людей криминальных, они очень, соответственно, не любят, ну, собственно, и вот Стрелков вполне выражает их, соответственно, позицию, но вот с точки зрения солдат рядовых, я вот в этом совершенно не уверен, я скорее предположу, что рядовые солдаты должны думать так, как общество в целом, а общество в целом сочувствует человеку, который освобождает зэков, это вот факт, несмотря на то, что они там преступники, убийцы, насильники, федофилы и прочее, но российское общество после того, как человек попал в тюрьму, оно начинает ему сочувствовать, и человек, который их вытаскивает на свободу, воспринимается как такой Робин Гуд. Еще одна версия, версия о том, что это все-таки реальный конфликт между двумя элитами, между Министерством обороны, между Шойгу и Министерством обороны. Нет, между элитами это реальный конфликт, я здесь не говорю, это реальный конфликт, просто это не означает, что это конфликт Пригожина с Путиным. Вот я что говорю, Путин над этой схваткой, а то, что между Министерством обороны и Пригожиным конфликт абсолютно реален, не бутафорский, а настоящий, это 100%. ФСБ при этом занимает некую серединную политику, серединную позицию. ФСБ находится над схваткой вместе с Путиным, правильно я понимаю? — Ну, правильно. Вообще, если ты обратишь внимание, то, несмотря на то, что Пригожин наговорил на миллион уже уголовных дел по фейкам про армию и так далее и тому подобное, однако даже проверки обычно там в российской элите, когда вот такое, значит, что-то пограничное, еще люди не уверены, но надо сделать предупредительный выстрел, можно всегда сказать, что там Следственный комитет проводит проверку. — Да, да. — Вариант, что все это сцена разыграна для того, чтобы Путин опять вернул себе роль третейского судьи среди российских элит. Вот сейчас они вошли в клинч, полный сейчас выходит в белой тоге с кровавым подбоем и мирит их между собой, возвращая себе лавровый венок. — Да, я не думаю, что, то есть, если будет ситуация мирить их между собой, да, просто там, ну, Пригожин там отбывает в Африку, все, ему дают возможность эвакуироваться со своими бойцами на вольные хлеба, зарабатывать бабки, чего он давно хочет, да, вот. — То есть, он исчезает, да, тем самым с поля. То есть, не будет никакого примирения, там, Путин не будет сажать там Шойгу Пригожиным за один стол, чтобы они там руки друг другу подсажали. Зачем это надо? Надо, тем более, что это еще и уменьшает маневр, потому что если после этого они опять срутся, это значит унижение для человека, который их мирил. — Не, зачем? А, ну, лучше сохранить как раз рычаг давления на Шойгу, пусть он это сам. Если, Игорь, еще раз скажу, что это все согласовано, то Пригожин может в любой момент сняться и отбыть в Африку, ему ничего за это не будет. — Что это для нас? Как это повлияет на ситуацию на фронте? — Ну, для нас по-любому хорошо. Чем больше раздоров в стане врага, тем лучше. То есть, неважно, чем они вызваны, там, значит, укреплением власти Путина, или это там по-настоящему и прочее, тактически, тактически подчеркну, это точно хорошо. Да, то есть это точно ослабляет, и управляемость снижает, и все остальное. Значит, вот про что это выльется стратегически, тут большой вопрос, потому что если, значит, вот этот вот, соответственно, такой план восстановления консолидации элит вокруг Путина во имя спасения от Пригожина, действительно такая история сработает, то для нас это стратегическая проблема, потому что сейчас мы двигались семимильными шагами к распаду именно элитных связей и к смещению Путина изнутри, то это может повлиять, наоборот, на его консолидацию. Еще раз скажу, потому что если будет ситуация такая, что там, грубо говоря, вооруженные части Пригожина идут на Кремль, то вот я совершенно не исключаю, что там, не знаю, какой-нибудь там Ходорковский, там кто-нибудь такой вполне может в этой ситуации поддержать господина Путина, да, просто во имя вот меньшего зла, чтобы там совсем бандитизм не установился в России. Я этого не утверждаю, но я говорю о том, что вот градус накала будет таким, что даже люди, которые категорически против этой войны и против политики Путина и так далее, могут встать на его защиту от этой угрозы. Это как поход генерала Корнилова. Да, да. Значит, вот это вот ровно такая же история, то есть сейчас, я думаю, что вот параллель с Корниловским мятежом является довольно точным. Продолжение следует...